Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о том, как записать видео с экрана компьютера с помощью встроенного инструмента Windows 11, а также с помощью сторонних приложений. Запись экрана может пригодиться во многих ситуациях. Возможно, вам нужно записать игровой момент или же записать обучающее видео. Запись экрана – очень полезный и эффективный инструмент во многих аспектах. В этом видео мы рассмотрим лучшие из доступных вариантов. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем, и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. А начнем мы с официальной утилиты Microsoft – Xbox Game Bar. В некоторых редакциях Windows 11 приложение уже установлено, но если в вашей системе его нет, то Game Pass Bar можно установить через магазин Microsoft Store. Переходим в меню «Пуск», открываем магазин Microsoft. Нужно авторизоваться в Microsoft Store. В поисковой строке пишем «Xbox Game Bar». Нажимаем «Enter». В открывшемся окне нажимаем «Установить». Теперь нам нужно настроить Xbox Game Bar. Кликаем левой кнопки мышки по меню «Пуск». Переходим во вкладку «Параметры». В параметрах открываем раздел «Игры». Далее под раздел «Записи». Здесь указываем, где будут сохранены наши записи. Также в этом разделе можно провести настройку записи, а именно указать максимальную длину записи, записывать ли звук во время записи, установить частоту видеокадров, указать качество видео, отображать ли курсор при записи игры. Далее запускаем любую игру или приложение, которое хотим записать. Затем запускаем Game Bar, нажав одновременно клавиши Win плюс J. После чего на панели верхней части экрана выбираем опцию «Записать». Далее в левой части экрана появится панель с такими функциями, как сделать снимок экрана, записать последние 30 секунд, начать запись, включить или выключить микрофон. Также каждый параметр можно включить в комбинации горячих клавиш. После начала записи экрана кликните по свободному месту, и панель Xbox свернется, а информация о записи будет ображаться справа в углу экрана. Чтобы отключить запись, кликаем по кнопке записи или сочетание клавиш Win плюс R, R. Переходим в Game Bar, нажав Win плюс J. Открываем список всех записей, переходим во вкладку «Показать все записи». Здесь мы можем предварительно посмотреть запись экрана, изменить название ролика или же открыть файл в пак. Но бывает такое, что Xbox Game Bar не открывается или постоянно отключается самостоятельно. Это можно исправить. Переходим в меню «Пуск», «Параметры», «Приложение». Подраздел «Приложение и возможности» ищем нашу программу. Кликаем по трем точкам справа, открываем вкладку «Дополнительные параметры». Ищем кнопку «Исправить». Запускаем исправление приложения. Это займет некоторое время. По завершению, вместо полоски прогресса, появится галочка. Также можно сделать сброс приложения. На мой взгляд, приложение Xbox Game Bar – отличное штатное решение для записи экрана Windows 11. Однако его ограничение записывать только одно открытое приложение не позволяет ему возглавить список. Для платформы Windows доступно множество приложений для записи экрана. И поскольку невозможно показать все приложения без исключений, посмотрим лучшие из доступных вариантов. Речь пойдет о FreeCam. Это бесплатная программа, она проста в использовании, но очень эффективная. Переходим на официальный сайт. Здесь указываем свою почту. Нажимаем «Скачать». После чего запускаем установочный файл. После установки запускаем программу. До откроется окно программы, кликаем по пункту «Новая запись». Затем нужно изменить область захвата экрана. Переходим в раздел «Область захвата». Жмем на вкладку «Полный экран». Также можно выбрать конкретное приложение для записи. Или отдельную область. Жмем кнопку «Запись». Затем на экране начнется обратный отчет. Прежде чем FreeCam начнет запись. Чтобы остановить запись, нажимаем «Эскейп» на клавиатуре. После этого откроется наша запись. В панели предварительного просмотра мы можем редактировать видео. Если редактирование требуется, мы можем сразу загрузить видео на YouTube или же просто сохранить. В строенном редакторе мы можем убрать звук с видео или удалить шум, обрезать ненужные кадры, сделать переход. Чтобы убрать звук или удалить ненужный кадр, выделяем нужный нам кадр. Затем кликаем правой кнопкой мыши. В подразделе выбираем «Удалить» или же «Заполнить выделение тишиной». Затем нажимаем «Сохранить» и «Закрыть», чтобы вернуться в предыдущее окно. После редактирования нажимаем «Сохранить как видео». Также можем загрузить запись на YouTube. FreeCam довольно простая программа в использовании, которая имеет отличный функционал для простого использования. Но существуют также более сложные программы, такие как OBS. OBS – популярное приложение, с помощью которого тысячи стримеров ведут свои трансляции на различных платформах. Однако программа может еще и производить простую запись видео на компьютере. OBS, вероятно, одна из лучших утилит. Она доступна полностью бесплатно. Чтобы скачать OBS, переходим по ссылке в описании. Выбираем нашу платформу. В моем случае это Windows. Запускаем установочный файл. После установки запускаем программу. После чего откроется мастер автоматической настройки. Кликаем по вкладке «Оптимизировать только для записи». Нажимаем «Далее». Указываем разрешение, частоту кадров. Жмем «Далее». Применить настройки. Затем переходим во вкладку «Источники». И добавляем наш захват экрана. Нажимаем «Далее». Также можем добавить новые источники. Например, текст для логотипа. Для функции захвата игры доступны различные настройки. Переходим во вкладку «Управление». Кликаем по кнопке «Начать запись». Чтобы остановить запись или поставить на паузу. Возвращаемся в OBS и кликаем по пункту «Остановить запись» либо «Паузу». На экране в левом углу приложения будет показан путь к записи. На мой взгляд, это лучший вариант бесплатной программы для записи видео с экрана компьютера. Широкие возможности производительности и простота использования даже для начинающего пользователя. А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.